МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хочется понять, что за конкурс, в принципе, откуда он берет свое начало. Для тех, кто не знает, расскажите, пожалуйста. В теме, что в Рязани в детской музыкальной школе номер 5 работал замечательный педагог Владимир Федорович Бубылев, с которым я лично был знаком еще до того, как конкурсы начались. И он выпускал из музыкальной школы, всего-навсего, детской музыкальной школы, но выпускал настолько ярких детей, даже что они поступали и в Москву, в московские училища, и потом даже продолжали свое обучение в консерватории. Такие примеры есть. Ныне одним из моих ассистентов в Московской государственной консерватории, Петра Ильича Чайковского, является ученица Владимира Федоровича Бубылева, Диана Кемельман. И с Владимиром Федоровичем Бубылевым мы общались довольно плотно, потому что я слушал его учеников. Так получилось, что очень рано Владимир Федорович ушел из жизни, он тяжело болел. Но мы остались дружны с его семьей, с его вдовой. И как-то здесь родилась идея. И родилась она в недрах школы. Но вообще просто так вот в школе не может ничего родиться. Без поддержки предпочтения города вообще ничего не бывает. Правильно? Владимир Федорович покинул нас в 2001 году, а в 2005 году получили добро на проведение первого конкурса. Он не был международным. Просто конкурс. Это был конкурс скрипачей и ансамблей. И первый раз сколько участников там было? Первый раз, сейчас я загляну, 29 было солистов, то есть скрипачей, и 15 исполнителей в составе инструментальных ансамблей. А сегодня? Сегодня участников у нас... Дело в том, что намного не разрастается количество участников. Сегодня участников около 40. Но, наверное, растет уровень. Да, растет уровень. Но это только скрипичный конкурс. Он уже с третьего конкурса стал чисто с других стран. И хотел спросить, откуда как раз приезжают участники? Может быть, самую дальнюю точку назовете? Это будет интересно. Ну, самая дальняя точка в этом конкурсе – это Вашингтон. Здорово! Да, самая дальняя точка. Сейчас, к сожалению, иностранцев меньше. Вот последние, наверное, два года. Эта проблема существует не только здесь. Это она везде в России наблюдается. Талантливый скрипач из Вашингтона должен приехать в Лизань. Зачем? А я вам скажу, почему. Откуда вообще это берется все? Потому что в основном участвуют иностранцы, участвуют те, кто учится в России. Потому что конкурс детский. Здесь потолок... Сначала был возрастной потолок 15 лет, когда конкурс начинался. Впервые в этом году он уже достиг 17-летнего возраста включительно. Вам, наверное, очень трудно как председателю, да, жюри? Но я, правда, не с первого конкурса председатель. Я председатель всего четвертого конкурса. Все ребята по-своему талантливы, согласитесь? Да, конечно. Конечно. Здесь мы, кстати, отмечаем сейчас. Вот конкурс идет в эти дни. И вот сегодня уже я здесь нахожусь. У нас уже одна группа, например, средняя так называемая группа возрастная уже закончила конкурс. Уже объявлены результаты. Корабля на бал. И так все время идет. И каждый день мы слушаем. И разный возраст, разные туры проходят. Старшая группа здесь, которая по 17 лет включительно, с 14 по 17, она на третьем туре заключительном играет в сопровождении губернаторского симфонического оркестра. Серьезно? Да, и это серьезно. Причем играет полностью скрипичный концерт для скрипки с оркестром. Это в трех или четырех частный концерт. То есть это уже действительно серьезно и очень солидно. Что это дает участникам? Что это дает участникам? Во-первых, опыт. Во-вторых, они знакомят широкую аудиторию слушателей, представляя свою игру и свое искусство. А в-третьих, международное жюри тоже узнает новые имена. Для нас это тоже очень важно, потому что это тот возраст, который в перспективе идет вот к нам в наши музыкальные вузы. И мы уже видим, мы многих знаем, кто на что способен, кто к чему готов, кто как. И уже идет какая-то селекция, какой-то отбор. А самый маленький участник могли бы припомнить? Самый маленький – шесть лет. Шестилетки редко играют. Я согласна с вами, поэтому я, собственно, и жду продолжения, чтобы вы рассказали об этом чудном ребенке. Ребенок, кстати, еще не сыграл свой. Вот у младшей и средней группы, там у них двухтуровый конкурс, только у старших трехтуровый. Вот, он еще не сыграл свой второй тур. Посмотрим. Ну, мальчик этот у нас, сейчас скажу, откуда? Из Владивостока. Вот это уже приятно. Да, причем в этом конкурсе участвуют двое из Владивостока, мальчик и девочка, которые прилетели сюда из Владивостока. Они здесь нигде, это не из Москвы приехали. Согласна с вами. Да, прилетели, с ними педагог, концертмейстер. Я понимаю, что там, конечно, нашлись добрые люди, какая-нибудь компания, которая спонсировала их приезд сюда. Потому что так, какие же родители потянут на такой переезд и все. Но это очень интересно. И, кстати, мальчик очень такой забавный, самый маленький. Я не уверен, что он получит звание лауреата этого конкурса. Но то, что он получит специальный приз от Валентины Дмитриевны, издавы Владимира Федоровича, который каждый конкурс дарит самому юному участнику, большую-большую вот такую вот игрушку. В основном это медведи. И они вам вот так вот, которые чаще всего больше их самих, значит, они увозят такую игрушку домой, как специальный приз семьи Убалевых. А как таланты находятся? Вы их находите, опрашиваете школы, или они сами как-то дают о себе знать? Да нет, но дело в том, что существует сайт конкурса, вообще существует сайт всяких конкурсов. Сейчас да? Да, да. Существует сайт, находят конкурс, находят его условия. Этот конкурс примечателен тем, что с тех пор, как вот я возглавил жюри этого конкурса, я немножко изменил здесь формат проведения его. И дело так, что в конкурсе не могут принимать участие ученики, членов жюри. И хороших учеников немного, и хороших преподавателей тоже. Как правило, если они встречаются, вот и рождается что-то хорошее. Да, да, да. Это правильно. Я неоднократно выслушиваю контраргументы, что, а если хорошо будут играть талантливые ученики, а их педагоги не могут сидеть в жюри, то кто же будет сидеть, мол, в жюри? Ну, или наоборот. Или кто же будет играть, потому что если очень основные там педагоги какие-то сидят, а кто же тогда будет играть? Нет, ну это на самом деле не так. Потому что, и судя по тому, кто здесь играл на конкурсах, и играет талантами неисчерпальными. И наша страна, и не только наша. И ближние, и дальние зарубежья. Я хотела бы, чтобы в заключении вы что-нибудь сказали родителям, которые затаскивают буквально детей в музыкальной школы, и детям, которые наоборот хотят учиться, но родителям не дают такой возможности. Потому что очень важно поймать вот этот момент, когда есть желание и есть талант. Вы знаете, когда есть желание, это само собой надо детей поощрять, если у них есть желание, если у них есть тяга к творчеству, есть тяга к искусству. Вообще художественное воспитание, я считаю, очень важным для всех детей, вне зависимости от того, станут они потом художниками, ну, с большой буквы, неважно в каком виде. Своё они возьмут. Да, но главное, и вот, например, музыкантами, я всем говорю, учите детей музыки. Не для того, чтобы они умели играть, и потом играли бы всё, а для того, чтобы умели слушать музыку. Это уже, это неоценимо, потому что тот, кто умеет слушать музыку, он начинает раньше других разбираться и отличать прекрасное от безобразного. И вообще, кто рано знакомится с искусством, та же живопись, тот же балет, хореография, и обычно всё равно это всё каким-то образом перемежается с музыкой, то вырастают немножко другие дети. И даже если они не будут этим потом заниматься профессионально, у них уже другой немножко взгляд на жизнь, а главное – на отношения между людьми. Спасибо вам за ваших учеников. Вот что хочу вам сказать. Замечательная встреча. Вам удачи. А вам, уважаемые телезрители, напоминаю, что это была программа подробностей. Если вы что-то пропустили, смотрите нас на сайте город62.тв. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова